девочки всем привет у нас сибири мороз я сегодня не только уводила в сад минус 35 а сейчас я на работу до 28 потеплела но я еще кстати без перчаток потому что только вышла сейчас их надену я вышла с вами поздороваться пока буду ехать на работу кусочки видосиков поставляю вам у меня было два выходных так как кусочки там эти посмотрите видосиков а я из офиса вам потом все расскажу привет мы где дочь с тобой николь где мы по стоматологу уже сидим ожидаем покажу как красиво раскрашена дверь к нашему доктору вот такой милый и и вот еще один зайчик будешь ротик как-то ротик открывать будешь у ай молодец на секунду нет вы работаете я не девочки мы зашли тут фикс прайс я уже датчик готовлюсь верующих в школе николь в игровой с папой так девочки ну что вы затарились пик прайси клести гулять в общем николь вела себя у стоматолога при красного вообще идеально доктор сказал первый раз встречает такого ребенка в таком возрасте она 50 минут кресле есть или лечили в этот раз карис и делали чистку вот и записались мы через две недельки уже будем сложный зубик где пульпит под вопросом лечить вот едем на третий стаж наигралась она там не наигралась сколько прошло не знаю даже покажу эту игровую тоже ничего такого но лучше чем да и не полюска наша день и колька вот она не колька нет нельзя вот мы отмечаем 14 февраля мамка блины сегодня опять пекла николь на татуировку сделала николь на танцах девочки сейчас одну секунду я тут погеройствовать маленько хочу но перчатку надеть пока иду вот доехала на метро перекус все зашла взяла и пока я иду хочу поговорить с вами здесь телефон не вырубится на этом морозе ну вот даже дышать тяжело вот в общем у меня было два выходных первый по 14 февраля был запланированный мы ездили с утра к стоматологу николь моя герой врача похвалила мы вылечили первый зуб на следующее посещение будет сложные сложное лечение сложного зуба записались на 28 февраля по моему вот все николька готова она сама сидела в кресле все было прекрасно после этого мы поехали в игровую в ней мы еще ни разу не были николька там играла мы с верой там шарухой фикс прайсу ну и все и в общем поехали домой муж поехал на работу так подружка завтра на маникюр пишет что-то там сестру до прочитать вот муж поехал поработал маленькой мы вечером заказали роллы метели праздник так сказать ё-моё девушки голуби мои нелюбимые вот и и все а вчера 15 февраля это не запланированный выходный просто у меня не был записи я заметил кстати кого смотрю девочек у многих это неделя пустая вообще у меня давно таких пустых недель не было к этому еще присоединяется у меня две клиентки с переломами они не ходят потому вот как то так но следующая неделька пострела там мест нет у меня все плотненько вот и вчера я весь день лежала батоном пересматриваю сейчас сериал улица он на тнт был мне очень нравится этот сериал но я его не смотрела полностью половину только говорить тяжело морозяка отдыхать морозный минус 28 градусный воздух вот пересматривала улицу чуть-чуть книжку читала а вечером пошла на тренировку потренировалась и посмотрела свой график поняла что следующий день не попадая ни на одну тренировку но это записи давние марки уже там откорректировала себе конкретно чтобы хотя бы раз но лучше два раза в неделю попадать вот все сегодня вот еду с обеда у меня было три клиента 1 выписалась была давно записана девочка новенькая ну вот выписалась осталось две постояшки вот буду сейчас еду пораньше вчера дома пленки с ножек сняла себе сейчас хочу обработать и пленочки наклеить новые не заказывала из тех что есть наклею и все и два маникюра вот а я все в той же шапке все в той же куртке девочки все в той же кофте ну правда я с прошлой неделю в свитере ходила сегодня толстовку надела к тому что есть такие интересные люди которые пишут в комментариях сколько вас смотрю вы все в одной шапке в одной куртке в одной сумм свитере просто вещей нет девчонки ну вообще не знаю это считаю конечно там одна девочка написала вообще такие вопросы задавать неприлично кто меня смотрит давно те знают что эти курточки мои месяца полтора от сил я купила последних числа декабря в подарок от мужа на новый год давно бы ты шутки мечтал и я ее теперь не вылазить шапку у меня одна до другой шапку меня нет меня вполне это устраивает свитера у меня есть разные но вот я вот как залазил в один и нашу его снашиваю до дыр иногда когда он но никогда в стирке да не успел высохнуть его лень постирать я надеваю что-то другое поэтому кубу завет таким людям которые пишут и комментарии посмотрите мои летние влоги этом в другой одежде вот и все девчонки я добралась до работы я не знаю танюшка на работе или нет буду я или нет в кадре из офиса вот но работы до после покажу на этом гель пришел с фикс прайса бумажной полотенце купила такое все на гель покажу вот и там еще два лака для стемпинга танюшка заказала тоже вам покажу у нас не общий все работать так девочки вот такой гель я заказала озвучиваю вам за кадром поэтому звук может немного отличаться взяла на пробу маленький объем вот попался мне маленький объем думаю дай-ка возьму тут всего 5 грамм оттенок очень красивый мне понравился но вот пока я лазю кисточкой в банке мне кажется он густоват все нужно пробовать не попробуем сейчас его нанести на типсу я тут хочу попробовать сделать это вот такой кисточкой так сказать из флакона для того чтобы сделать мокрый пол нужно вот до нанести тонким слоем на всю поверхность гель этим гелем это сделать сложно но немножко забегу вперед я уже поработала этим гелем вы увидите чуть позже во влоге это на ногтях он распределяется лучше и мокрый пол наносится лучше но все-таки лучше это делать отдельной кистью и не такой как я люблю работать немножко другой кисточкой тоже покажу позже в общем как я поняла это такой гель сейчас как по-новомодному называется тексотропный то есть он не текучий вообще но куда направишь его кистью он туда распределяется распределяется он достаточно хорошо и к нему просто нужно приноровиться вот здесь на типсе мне вообще не нравится по консистенции наношу и думаю о том что что за ужас почему нельзя сделать его жиже чтобы он просто раз растекся как бывают некоторые гели в общем ну и в принципе то на типсу я вообще не люблю наносить материал особенно выравнивающим слоем потому что типса большая нужно брать большую каплю нужно разравнивать в общем не люблю я это делать пытаюсь здесь что-то поправить разровнять распределить чтобы это более-менее ровненько на типсе смотрелось переворачивать такой гель смысла тоже нет потому что он не течет то есть вот тексотропные гели они не текут они то есть куда их направляешь кистью вот туда не утекают вот такое безобразие эти ровно у меня получилось я тут пытаюсь еще как-то спасти ситуацию но по-моему я потом обезжирила и прошлась пилкой по этому гелю прям по типсе чтобы покрыть топом чтобы но более-менее что-то приличное получилось цвет просто очень красивый я очень люблю такие оттенки не бежевый не розовый пудрово молочный какой-то пудровый цвет такой вот посушу его и не попробую девочки я уже это клиентка я забыла которая я не показываю вам до после она не любит танюшка на еще не то что день работать и с вами спринантом одежду вторую ее я вам не точно покажу и все сегодня в такой мороз муж еще недавно жалится приехать за машину я счастлива так что теперь так назначен сюда да ну да конечно чё ждать это мыс как с декабря без цвета вообще но укрепление будет давай то можно да они будут как естественный да 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 тоненький же будем делать но я тебе скучную палитру точнее раненые ручки все загладила все красиво база вообще так ну что девочки суббота уже вовсю я уже сегодня всех отпилила вчера я ушла с работы ничего не сняла чем работала вообще какая-то уставшая все вообще как черепаха работала то не вчера работала болтать мне тоже было некогда то что как черепаха почти по два часа пилила каждую у меня было вчера две клиентки первую я вам не снимала и в промежуточке как он там выходила вот авто 2 мы просидели почти два часа потому что она не знала что мы будем делать в итоге мы выбрали цвет вот этот эми нюдовый 405 что получилось вы уже видели мы хотели на этот цвет на пару ногтей сделать мою новую кошечку помните отель по за 004 металлик очень красивая но когда мы нанесли на пару ногтей мы поняли что это очень красиво и она тоже говорит давай на все в итоге вот эти два слоя цвета были вообще лишние за счет этого конечно навыдки получились потолще но в целом все равно все хорошо подложка топ все кого обычно вот сегодня у меня уже было две клиентки первая клиентка у нее плохо почему-то относилась все покрытие следую пластами не знаю с чем это связано базу и не меняла я в шоке она тоже потому что сколько лет она ко мне уходит мы делаем все всегда одно и то что же мы делаем с ней global fashion 10 нюдовый камуфляж до этого делали камуфле камуфляж 107 от эми и да все хорошо носилось а тут я грешу на лампу что плохо просушили подложку я сейчас лампу всем прям включаю раньше на сенсором работала я грешу на лампу я не знаю девочки ну базов на подложку у меня ну фокси в общем у нее ее там мало осталось может быть когда я мало остается она плохая я не знаю девочки я прям расстроилась вот и она у них сейчас проверка на мне в детском саду поваром работает она горит час проверки надо я горит не хочу снимать на может делаем просто прозрачный чтобы вообще оттенка не был игру да мы можем сделать прозрачным гелем укрепление топом покрыть и все в итоге так и сделали перед тем как топом покрывать игру давайте матовым покроем и тогда вообще будет не отличить от натуральных ногтей а снимать она покрытие не хочет потому что на их все сразу на работе убивает мы покрыли матовым она горит классно давай горит и крепкий и как натуральный поэтому там покрытие есть мы сделали за час наверное вот и потом приехала моя подружка у нее мы сделали подложка вот у меня другой нет сейчас герсту пойду закажу хочу герса вот который топ у меня герса баду закажу ей мы сделали новенькую базу мою вот эту от пудра стронг поталь 05 в один выравнивающий слой без всякого под низ укрепления просто подложка вот эта база и топ герса и сейчас будем лере делать ногти дочь дочь моя со мной сегодня приехала сидит выжидает заколебала меня своими бровями выщипать ей брови я не хочу щипать говорю сама я себе сама щипаю она меня заколебал вот и все мы ее уже сняли ногти утром пораньше приехали но я вам до после сейчас покажу вот может что мы сейчас мы уже маникюр сделали сняли маникюр сделали мы сейчас будем делать только покрытие ну давайте поснимаем покрытие или нет нет не буду еще ничего снимать у нас тут час времени осталось будем делать серый 259 ты мы погнали работать до после покажу тоже девочки давайте пока делаю решил с вами маленько поболтать меня сильно не видно но голос слышно я не буду сильно настраивать камеру просто поговорю так в процессе работы мы сейчас работаем гелем мой рай вот этот новенький которые маленькие взяла господи куда ты от меня убегаешь номер 20 очень красивый оттенок девочки он такой новомодные тексотропные как говорится так куда его поведешь он туда и не распределяется он вообще не течет он как будто бы густоват но на ногтях распределяется куда его поведешь он туда и распределяется к нему нужно приноровиться вот не могу сказать что мне он нравится и не могу сказать что не нравится странное ощущение я им работаю без переворота руки делаю укрепление и потом будет буду делать опил убирать длину и делать опил переворот с таким гелем руки смысла делать нет потому что он не будет центроваться потому что он вообще не течет он только так раз поверхность разровнялась куда его узел разровнялась вот поэтому с ним техника работы совершенно другая получается ну я не утверждаю это просто я вот для себя такую технику выработала вот хотела с вами знаете еще поговорить на такую тему мне недавно в одно на одно из видео был вопрос когда я писала что хочу новенькую вазу на подложку хочу там что-нибудь ой блин это я люблю до гонить кисточку это я люблю вот и мне кто-то из девочек написал типа зачем если все ок зачем менять базу другую а тут в телеграм-канале как раз таки у меня недавно девочки переписывались ой по поводу вообще баз на подложку праймера и из из сушения ногтей на тему кислотности баз и вообще я вот так поняла из всего этого не сделала свои выводы вообще я почитала всегда читаю мне сильно написать было нечего но я читала там много девочек опытных которые подсказывают и фокси считается кислотной базой и и провели проверяли девчонки на кислотность и вот чтобы не сушивать ногти я думаю что периодически базу на подложку нужно менять чтобы не было какого-то привыкания ногтя к определенной кислотности базы вот и всему показатель еще вот пожалуйста что мне сегодня пришла клиентка и очень плохо у нас ни разу года четыре ко мне ходят ни разу не было такого что у него пластом слезли все ногти я не грешу на базу скорее я грешу на лампу но может быть и не знаю и базу вот поэтому я в этот раз решила взять другую мне кажется когда и вообще я люблю чтоб новенькое попробовать что-то новенькое испытать вот и решила взять другую базу сушим на подложку именно вот решил взять герса она мне когда-то была она густоватая но я сейчас работают этой базы мне остатки разные у вас в баночке были в принципе носится все хорошо из баночки работать удобнее густым материалом чем чем из флакончика вот это я к тому что наверное иногда нужно менять базы менять подложку именно может быть может это обезжириватель но нет когда она у меня была мне еще не было этого обезжиривателя спиртом работал в общем девочки не знаю почему так вышло но вот я ответила почему я хочу другую базу попробовать а топ ну тоже попробовать что-то новенькое утоп герса мне сейчас очень нравится очень прям он жиденький он так ровненько ложится блестит вообще красота все девочки мы будем делать а пил вот что у нас с переверну к на этапе укрепления вот что у нас получилось с будем пилить убирать длину что со светом проблемы или экспозицию будем будем подпиливать и наносить цвет клювы 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 некоторые вот это очень красиво стемпинг прям ну что девчули отработала я пошла на выходной подарком для николюшки день рождения закончился подарки продолжаются подружка у меня сегодня приезжала вот лере сделали ногти на улице мороз она помчалась расплачивается за маникюр понеслась мусор выносить убежала вот все я на выходной пошла завтра воскресенье он сейчас кстати опять заказывала продукты которые вот вам скидывал но рассказывал по новосибирску которые у нас ездят муж уже стоит ждет забрал я даже не выходил потому что что раз капец тяжелые были закрой все леру то у меня руки заняты сейчас сяду в машину посмотрю какие-то там вопросики я записывала обещала ответить вот на пару вопросиков вам отвечу и будем завершаться сегодня вам выгружу влог вертик недовольны мне так моими на маникюр приехала все недовольны все девочки под вопросов гляну машины ситом отвечу так ну что первый вопросик но не первый один из на почему я не обучаю в общем-то работаю уже давно вроде как есть опыт почему я им не делюсь в платной форме так сказать я уже как-то рассказывала во влоге в общем это наверное не моё я работала до этого в школе ногтевого дизайна там были курсы по маникюру по дизайну ногтей по педикюру но я работала в торговом отделе не в учебном я наверное немножечко изнутри всю эту кухню знаю уже тему учеников обучения в целом потому что я работала последние полтора года в руководящей должности и находилась в офисе у нас торговый отдел был со школой в одном помещении и но собственно я там находилась и с преподавателями то есть общалась и знаете на самом деле я как сказать я это все немножко знаю для меня это не ново вот это внутрь внутрянка вся и я понимаю что я просто этого не хочу вот оффлайн формат оффлайн вообще я прям даже это вообще не хочу я понимаю что это может быть другой доход и так далее но мне это не интересно делиться опытом это совершенно другое и вот можно было бы наверное создать какие-то мастер классы в онлайн формате там я не знаю курсы не курсы там уроки не уроки что ну все по-разному это называют но наверное я вот к этому не пришла еще я вообще не дружу с техникой с компьютерами с телефоном дружу но это конечно можно вообще все в телефоне даже сделать но как-то знаете я не люблю съемку вот это все это мне это мне приносит удовольствие именно сам процесс мне нравится работать и сам процесс мне приносит удовольствие когда я веду съемку какую-то то я не получаю удовольствие от самого процесса маникюра и получается что работаю только на камеру мне это тоже не нравится я вот привыкла вот но не привыкла я стараюсь жить так как мне хорошо мне нравится мне комфортно конечно может и нужно когда-то выходить из зоны комфорта но только вот кому нужно да и для чего кому нужно пусть тот и выходит вот и в общем то вот наверное может быть кто-то скажет недоросла я до этого морально технически ну может быть и так но вот пока вот я не хочу этого делать мне вот много кто задавал такие вопросы не только в ютубе а в реальной жизни ну знаете может быть в реальной жизни если бы у меня была идея с подружкой мы хотели замутить чтоб я ее научила что-то наделал маникюр а я ее научил сначала хотя бы просто дала какую-то маленькую основу мы так договаривались это было еще несколько лет назад говорю давай мы попробуем ты ну что-то подучишь модельку возьмем если ты поймешь что это твое ты пойдешь в школу пройдешь курсы прям вот оффлайн все как положено все как надо вот в таком формате но потом что она поменяла работу она как раз на смене работы было поменяла работу сказал что да ладно наверное потом на пенсии воду ногти пили и все ну и как то в общем то не знаю мне больше нравится именно вот работать общаться с клиентом преображать ногти может быть за шапками поедем а то я ему сказала что мне тут есть комментарий что я все в одной этой шапке прикиньте вот он тоже в одной той же шапке все зиму ходит лер а ты тоже чё это ты вообще в одном платке всю зиму ходишь я что нет больше она в наушниках все ясно как обычно ой ну мы все ржем ржем я второй день в одном этом в толстовке прикиньте ну короче это все смешно это девчонки конечно же не к вам к моим любимым постоянным зрителям а вот к девочкам которые интересуются почему же я хожу в одном и том же каждый день ну ладно вот так что вот про курсы рассказала рука устал тяжелый телефон держать давайте еще один вопросик отвечу на него блин быстро не ответишь хороший вопрос очень девочка отцелла в комментариях не касается общей работы значит она написала пора бы уже задуматься об отпуске а поездки на алтай подсказать рассказать может быть что-то посоветовать какие места посетить вот я немножечко затрону эту тему я уже вам говорила что мы забронировали уже распланировали в этом году можно снять шапку я без шапки в кадре побуду маленько жарко очень печку лечу путишь вот мы ездим на алтай ежегодно стабильно каждый год с тех пор как у нас родилась не колька пять лет шестой раз мы поедем до этого мы как-то один раз еще были без детей туса и джуусы там гульвань или тоже наверное может лет уже я не знаю 10 назад это было боль а лера у нас была тогда но она была маленькая лет 10 наверно да назад мы и с собой не брали вот и мы знаете все как-то блин по турциям по таиландам раньше это было более доступно проблем с этим меньше не было ну у нас был один ребенок это совершенно другие затраты когда их двое или больше вот и потом родилась не только и мы как-то вот ну во первых с маленьким ребенком я вообще ну как бы не хотела бы куда-то летать за границу там не знаю ну как-то все равно наверное с появлением нового члена семьи совершенно другие растраты уже не до заграниц вот и так это в девятнадцатом николька родилась в двадцатом нас до пандемия была она и как раз таки когда она подросла потом все перри закрыли по закрыли туда-сюда мы поехали с мужем на разведку в сочи 4 наверно год назад было вдвоем потом на следующий год мы еще раз вдвоем поехали а в прошлом году мы летали третий раз вот уже в четвером все и стабильно проезжая продолжали вот не кольки полгода первый раз было когда мы поехали на алтай но в принципе чё нам ехать на машине ну как бы для нас не было вообще сложным дети с собой как-то вот она у нас такая спокойная совсем но она у нас кстати первую поездку на алтай заболела была с температурой это у нее было розеола вот но в целом все равно все было хорошо и вот мы продолжаем ежегодно каждый год есть на алтай но так как у нас николь маленькая была какой-то год мы без нее даже ездили и годик был наверное мы из вы не брали лера всегда с нами ездила и мы не ездили так как мы с детьми по каким-то сильно далеким дальним местам там в горы где нет связи там где не знаю вообще дикой природы и так далее алтай уже очень сильно развит в плане туризма там все застроили базами магазинами кафешками вот если взять 10 лет назад мы ездили там поесть вообще негде было там просто нас один раз завезли в какую-то столовку ужасней просто мы там от запаха чуть не сдохли мы там вообще ничего есть не стали потому что безобразная еда была при том не дешевая на тот момент поэтому с питанием там было сложно но вот постепенно год за годом там уже и кофей не знаете и бургеры и пиццы и суши и все что хочешь вот и даже вот в последний раз мы в приличных таких кафешках ели где вкусно до этого тоже ели но везде было невкусно понимать вроде домашней да прям невкусно вот но все равно мы ежегодно продолжали ездить и не могу сказать что мы прям по алтаю сильно путешествовали мы приезжали на базу располагались и куда-то вот недалеко от базы ездили первое раз не кольки полгода было мы поселились село манджирок это не доезжает чем мало такого центра так сказать горного алтая центра наверно цивилизации цивилизованного горного алтая где тусня вот и вот но и села манджирок до чем мало наверно еще километров 90 мы вот как то и ну куда-то ездили вот и в следующие разы мы ездили уже подальше и вот последние разы на одну и третий год поедем на одну и ту же базу уже прям вот чуть-чуть не доезжает чем мало село или кванар обычно мы ездим на газ мы ездим там красиво вот понимаете вот это вот плотина скалы но все равно очень все красиво сама вот эта природа куда мы еще там есть меня уже вообще забыла ой девочки вообще вообще я забыла куда мы ездим на алтай короче мы ездим вот на рублевку мы ездили там вот среди гор есть комплекс где можно покупаться отдохнуть в прошлом году мы ездили чем алстори это новая локация из горками с бассейном и все это вот в окружении красивой природы гор вот пещеры мы не любим пещеры нет нам ну ездили мы там на рактойский мост мы ездили вот там уже вот такие горы прям величественные и в штольни и какие-то там штольни в пещеру мы там заходили но это такие свободные для посещения не организованные экскурсии вот где в пещеры там такие группами водят не это просто такие дикие пещеры просто зайти не сильно глубокие не сильно далекие вот значит что еще есть очень хорошая локация в начале алтая это гора чертов палец оттуда открывается невероятный очень красивый вид туда можно заехать на машине но не на любой но в основном поднимаются куда куда доезжают пешком оттуда очень классный вид также мы очень любим посещать катунские ванночки это природные ванночки из котуни где есть вот застоявшаяся вода очень теплая она конечно прям вот такого зеленовастого оттенка но она ну как сказать чистая это ну то есть не грязь это не болото там не пахнет болотом но они вот природные очень тоже свободный вход вообще загуглил на карте поехал катунские ванночки так что еще есть что у меня есть и не подготовилась мне надо подготовиться форелевые озера мы ездили тоже такое сказать пространство частное вход платный там несколько озер где форель содержат в в озерах кормят выкармливают выращивают и продают пожарить можно тут же купить вам пожарят рыбку там покушать нельзя но с собой завернуть можно такое тоже неплохое атмосферное месечко ну может быть знаете не связано с самой природой алтая но там природа повсюду вот вы просто едете ну сплавли сплавиться на рафтах это тоже дамы сплавлялись тогда давно были как бы безбашенные молодые сейчас мы боимся нет я бы не там кто-то переворачивается на фиг нет вот потом есть барангольский водопад место тоже до него эти три километри три километра пешком нужно обратно можно вернуться на моторные лодки но там по реке можно и туда тоже уехать по моему 500 рублей с человека моторная лодка дикие цены конечно цены дикие девочки там вот реально дорогие цены заставно всем дерут деньги поэтому где-то можно без чего вот обойтись прогуляться по лесу до водопада водопад конечно без дюлька без дюлькой но тем не менее она все равно прикольно также на квадроциклах там огромный классный квадроцикл где можно сесть семьей в этом году мы планируем планируем стоимость по моему тысяч пять шесть стоит прогулка на квадроциклах там но они огроменский просто по каким-то красивым горные местности по какой-то покататься вот планируем конные тоже прогулки там у коней на каждом шагу вообще есть сад пионов пасеки различные ой девочки веревочные парки там за эти на самом деле вообще много всего вот но вот сказать чтобы что-то обязательно посещению не могу сказать там вот за раз все не посетишь нужно постепенно потихоньку помаленьку там опять же лохматая ферма даже есть мы тоже на нее есть лохматая ферма это вот животные которые мини зоопарк контакт есть там музей даже какие-то там по-моему музей там какой-то тоже есть в общем девчонки можно просто вот приехали до изначально не обязательно ехать туда прям в чем а можно где-нибудь вай остановиться но оттуда далековато ездить до всех достопримечательностей таких там не знаю центровых вот село манджирок идеально не сильно далеко оттуда вглубь но и в то же время не сильно далеко до него ехать вот и от него дочь мало можно покататься и оттуда уже вот вы запланировали допустим поездку на форелевые озера и пока вы туда едете вы уже по сторонам смотрите какие там все вдоль дороги одной все вдоль трассы все указатели баннеры они все висят все смотрите выбираете и планируете себе поездку на завтра вот но также алтайн наш конечно же это все детский лебедь по сравнению с тем куда мы поедем в этом году наконец-то мы давно туда хотели но ехать туда очень далеко дорога там уже серпантин и конечно же там вот кто был говорят нереально вот там совсем другой алтай вот там природа дикая там горы вообще могущественные великие мы едем в окташ хотим посетить гейзерное озеро вот здесь вам ставлю картинку оно реально такое вот нереально крутое красивое вообще его увидеть я думаю фотографироваться я конечно же буду все снимать и вам взять на все покажу и также хотим посетить посетить еще марсовые поля кто слышал тот слышал кто не слышал тут тоже картинку постараюсь вам найти ставить это все вот там в акташе далеко от чемала это в принципе 250 километров не от чемала там от развилки от трассы от чуйского тракта где развилка на чемал и на акташ идет но там эти 250 километров придется ехать очень долго потому что где-то бездорожье на машине проехать можно где-то серпантин в гору с горы вот таня моя коллега сказал она там не раз ванна говорит там как бы вы когда раз там туда попадете вы каждый раз туда будете ездить потому что там просто нереально также очень много на алтай различных там перевалов куда ездят семинский берел и перевал которые к перевал но это все туда далеко там это не развлечение это уже совсем совсем другой отдых для кого-то не отдых кто-то в походы ходит там уже вот для любителей дикой природы уединенности какой-то экстрима в общем кто зачем едет кому что вот мы едем с детьми отдохнуть от будней нам достаточно тех гор которые есть чемали было было достаточно ему как бы вот тусили там на базе недалеко от базы наслаждались видами и собственно отдыхали отдыхали от суеты от города от работы от режима от графика вот в этот раз мы едем дальше но и начимали тоже мы занем на обратном пути так что вот немножечко вам про алтай тут наболтала если вопросы у кого какие то есть задавайте я буду отвечать знаю не сильно много но если знаю обязательно вам конечно же расскажу вот остались еще вопросы которые девчонки сдавали по другим темам обязательно постепенно во влогах буду отвечать вот на вопросы задайте любые не только касаемо алтая все девочки тут уже три загрузка началась мы сейчас на трассу выезжать все всем отличных выходных хорошего воскресенья кому рабочего кто работает рабочего кто отдыхает отдохнуть хорошо и увидимся с вами на следующей неделе у меня работы там будет много не буду снимать все девочки пока пока до новых видео а